итак всем снова здравствуйте мы продолжаем нашу тематику лечения дискуссов сегодня я бы хотел начать с того как мы лечим и профилактику проводим дискуссов от жаберных сосальщиков то есть дактилогирусы вроде бы по латыни они так называются но сначала небольшое вступление касательно паразита зачастую дискуссы поражаются паразитами из-за неправильного содержания плохие условия слабая фильтрация редкая очистка дна или грунта неправильного кормления особенности применения таких кормов как живой трубочник и живой мотыль а также несоблюдение карантина новой рыбы итак первое чем мы сегодня поговорим это обработка рыба от жаберных сосальщиков значит если вы впервые это видео смотрите не смотрели мое предыдущее видео про карантин новой рыбы еще раз напоминаю что мы применяем препарат празиквантилл жидкой форме 5 дозировка 5-6 миллилитров на 100 литров воды у дискуссов значит препарат ну слабо поставляется в россию так как производство индия только через знакомых можно найти у нас продажу данного препарата нет только для личных нужд мы его используем значит если на у вас 100 литровом аквариуме растет дискусс и вам нужно их обработать жаберных сосальщиков то перед несением данного препарата необходимо сделать 30 процентную подмену воды препарат вносится разово на следующий день через сутки 50 процентная подмена воды фильтрация обеспечивается рыбой фильтрация рации температура ни в коем случае не поднимается значит также с профилактической целью мы обрабатываем нашего малька потому что я считаю что малек может заражаться от производителей поэтому мы обрабатываем малька празиквантиллом возрасте одного месяца когда они достигают размера три три с половиной сантиметра иногда обрабатываем когда нету производителей но я думаю что для лучшего эффекта лучше обрабатывать когда производители сидят вместе с мальком чтобы быть уверенным что следующие выводки не будут заражены жаберными сосальщиками и данном случае скажу что еще раз напомню что празиквантилл у рыб работает только от жаберных сосальщиков от кишечных паразитов и от флагелятов он неэффективен и по симптомам заключение хочу рассказать наверно с этого стоило было начинать значит малек при этом стоит у поверхности часто дышит у него оттопыриваются жабры потемнение окраски происходит и белые фекалии также может быть у взрослых же рыб и подрослых от семи сантиметров и более значит происходит отказ от корма у них наблюдаются белые нитевидные фекалии и также залипает одна из жаберных крышек и поэтому вот такими препаратами в таких дозировках мы применяем и рекомендуем применять всем от жаберных паразитов надеюсь видео было интересным и полезным что ж увидимся в следующей части обработки наших дискуссов от кишечных паразитов всем до скорого